Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения» и я, ведущий Владислав Жуковский. Тема нашей сегодняшней программы «В дыму государственной пропаганды». С нашими сегодняшними гостями мы поговорим о тех крайне негативных социально-экономических процессах и решениях властей, которые под шумок олимпийских побед и всплескопатриотических настроений вокруг ситуации в Крыму принимаются правящими властями, но при этом практически никак не освещаются в средствах массовой информации. Обсудим те решения Государственной Думы и те законопроекты, которые крайне негативно скажутся на уровне жизни подавляющей части населения страны, ударят по карману каждого из нас, но при этом о которых ни слова не говорится на государственных телеканалах. Сегодня в нашей студии. Федоров Евгений Алексеевич, член комитета Госдумы по бюджету и налогам фракции «Единая Россия». Бунич Андрей Павлович, кандидат экономических наук, президент Союза предпринимателей и арендаторов России. Миронов Иван Борисович, кандидат исторических наук, зампред партии «Российский общенародный союз». И Ведрусов Александр Владимирович, ответственный секретарь антикоррупционного комитета имени Сталина. Мы, думаю, сегодня поговорим о тех процессах, которые идут, что называется, под ковром, про которые средства массовой пропаганды и федеральные СМИ практически не говорят. Но, прежде всего, я думаю, интересно посмотреть на то, как российские граждане, в принципе, формируют свое общественное мнение отношения к той либо иной политике отдельным государственным деятелям. Предлагаю посмотреть на результаты опроса. Вопрос следующий был. Кто определяет ваши политические предпочтения и взгляды? Официальные средства массовой информации. Таков ответ 1% респондентов. 9% опрошенных считают, что интернет и современные средства массовой информации, которые не контролируются, прежде всего, государством. 1% считает, что это все-таки родственники, друзья, близкие люди, товарищи. Ну и 89%, то есть подавляющее большинство, считает, что они способны самостоятельно делать выводы на основе своего собственного умственного анализа и каких-то умозаключений. Они оптимисты, да? Им кажется так очевидно. Вопросом, могут ли простые россияне, которые сильно не разбираются в экономических процессах, не отслеживают негативную динамику, скажем, в области экономики, промышленности, бегства капитала, сплеска цен, как-то оценить действительно, насколько правильно и неправильно экономическая политика проводит свой космос страны? Конечно, они когда-то оценят, естественно, просто по своему состоянию кошелька, потому что они почувствуют, что действительно стали серьезно хуже жить, им сразу будет все ясно, что никакие цифры их не обманут. Сколько ни говори по телевизору, что какие-то темпы роста, не считай, какие-то проценты называй. Это все равно человек на себе всегда ощутит. Но тот факт, что, конечно, информация зажимается и всячески приглаживается, создается ложное ощущение, особенно сейчас благодаря тому, что существует подъем в обществе по поводу внешних чувств, внешних побед, присоединений различных, то, конечно, забывается, что реальное положение людей. А в действительности, допустим, в Министерстве финансов почти в открытую говорят, что мы будем повышать пенсионный возраст. То есть это уже говорится как факт, что это даже не рассматривается другой вариант. Просто тихо сказано в ходе этих событий. И причем сослались на Крым. Потому что это в Украине-то вот уже это было сделано давно, а сейчас мы Крым присоединили, и поэтому нам лучше тогда уж не Крым к России, так сказать, в этом смысле, а Россию к Крыму присоединить в случае по вопросу пенсионного возраста. То есть это для кого информация? Это такой междусобочек? Это вброс информации там, где тебя не накажут? Внутри Министерства финансов в этих кругах просто никто даже не сомневается в том, что это будет. То есть это просто как факт уже присутствует. Когда-то просто поставят руководство политической стороны перед необходимостью. Просто придут и скажут, ну вот нет денег, вот и подпишите, теперь вот уже вариантов других не осталось. Поэтому это именно так подается. В то время, пока люди радуются внешним победам и говорится с высоким тремом, что мы там будем бороться со всем миром, экономически станем независимы. То, что делают наши власти в экономике, полностью этого противоречит. Ну, я просто перечислю. Как раз в эти дни офшор на Мальте регализуют. С Кипром там же накрылся не потому, что российская правительство решила отказаться от кипрской юрисдикции, а просто там сложности ставят. Поэтому тот же режим распространили на Мальту, чтобы создать максимальные возможности теперь там. Но это тихо проходит. Только это никто даже не анонсирует, но это тихо принимается. Но и это еще не все. Вот очень легко проследить, так сказать, лживость позиций власти относительно независимости России вот по так называемому Foreign Account Tax Compliance Act. Это закон, по которому Америка вдруг наделила себя правом, чтобы все должны с ней что-то согласовывать. Да, и отчитываться. Это почему-то давно произошло. И никаких слов с нашей стороны не было. Никаких слов не было протеста. Просто, представляете, государство США объявляет, что теперь те, кто не будут отчитываться перед нашей внутренней службой доходов, внутренних документов, мы будем просто забирать у вас деньги в любой точке мира. То есть и российские, и другие финансовые банки ставят налоговыми агентами американского казначиста. Просто они ставят перед фактом. Если нам что-то не нравится, мы просто ваши деньги в любой момент можем забрать, а иначе подпишите документы, по которым вы будете перед нами отчитываться, потому что появляется полным нонсенсом каким-то. Россия молчала, ничего не говорила против этого. Ну, казалось бы, сейчас повод есть восстать против этого безобразия. Наоборот, я вижу, вдруг говорится, Америка приостановила с нами подписание соглашения, которое Россия уже согласилась. Причем согласилась, замаскировав, что она полностью соглашается. Она согласилась, а сейчас Америка отказывается подписывать с нами. То есть, казалось бы, наоборот, мы должны бороться против соглашения, а они нас штрафуют тем, что отказывают. Но при этом почему-то российские крупные телеканалы, федеральные СМИ больше акцент делают именно на патриотических чувствах россиян вокруг ситуации в Крыму, победы на Олимпиаде. Это все хорошо, это все здорово. Но ведь этим сыт ты не будешь. Если экономика затухает, то, наверное, какие-то выводы делают организационные кадры, в том числе и первому лицу государства. Почему это не происходит? Почему выводы? Российская экономика действительно испытывает спад, не имеет для этого абсолютно никаких оснований экономического характера. Цена на месть упала? Высокая, 107 долларов. Как и была. Что поменялось в сравнении с тем, что было год, два, три? Ничего. Сборы упали, я имею в виду по периоду позапрошлого года и начало прошлого. Не упали. Откуда возникла проблема? Проблема возникла на ровном месте, в силу приказа, который поступил в российские органы власти, от МВФ об увеличении колониального сбора. То есть перед Россией, как перед другими колониями, в связи с кризисом США, поставлена задача увеличить колониальный сбор. И отсюда какие были приняты решения? На ровном месте. Решение о так называемом бюджетном правиле. 20% бюджета перечислил в бюджет США и их союзников через механизм биржи. Факт состоялся, отсюда сокращение госрасходов. Следующее правило. Ввели Базиль-3. Единственная страна мира, которая ввела Базиль-3 такого уровня. Потому что, напоминаю, Базиль-3 из всего 12 странах мира. Причем мы 1 января ввели, а 20-го Базильский комитет снизил параметры Базиль-3 для всех, кроме России. Что такое Базиль-3? Это нормы жесткости регулирования. То есть, короче, банки парализовали с точки зрения финансирования экономики. Вообще, чтобы мы понимали с вами, если где-то убывает, значит, где-то прибывает. Если в России снижаются возможности экономического характера, значит, они повышаются в других местах. Где? В США и у их союзников. Это обыкновенное усиление колониального сбора. Дальше пошли решения. Падение курса рубля. Нам рассказывают, что у Центрального банка официально полтриллиона долларов резервы, цель которых одна – поддержка рубля. Других целей у резервов ЦБ нет. Вообще других нет. И у ЦБ по конституции одна функция – поддержка конструкции. Значит, если курс падает, а полтриллиона – это в два раза больше, чем наличная денежная масса страны, так вот, если на минуточку, значит, их нет. Значит, история полтриллиона резервов – это липа, это не резервы, это фонд Дани, из которого взять нельзя. Положить можно, взять нельзя. Но ведь потратили уже по оценке того же Центробанка России около 15 миллиардов долларов в первые два месяца текущего года, и еще 26 в марте. Потратили 10%. Уже 42 миллиарда потратили. Вот 10%? То есть из резервов, которые были 550, 10% были резервами, а 50% были безвозвратными финансированными. Мы эти деньги забрать не сможем из рубежа. Нет. Я вам скажу инсайдерскую информацию, именно поэтому уволился и Головев, увольняется, главный юрист ЦБ, что они вложены в договора с Соединенными Штатами муниципальной на 25-50 лет. На безвозвратной основе. А продать эти облигации долгосрочными не можно? Под 0,3% годовых. С гарантиями правительства США на конец погашения. Продать можете за 20% стоимости. То есть полтриллиона стоит 100 миллиардов. Пожалуйста, можете продать. А партия власти может на это дело повлиять? Партия власти живет, как и все партии, по Конституции. Это вопрос глубже. Он находится в конституционных принципах. 15-13 статья, которая прямо ставит Россию по решению 1993 года по Конституции, в вассально подчиненное положение по отношению к Соединенным Штатам Америки. Мы с вами остановились. А там решения-то вообще сотни принимаются. Отняли пенсии. По решению МФ, между прочим. Накопительный участок. Вообще, вот когда тут звучал вопрос, мы не знаем, мы правительство готовить всякие гадости. Мы все знаем. Потому что есть, как раньше, решение ЦК, которое через месяц исполнялось по правительствам СССР или Верховным Советам СССР. Так есть решение ЦК под названием МВФ в этих сферах. Оно дало команду о бюджетном правиле. Оно дало команду о введении международной финансовой отчетности. А партия власти не может никак повлиять на решение Огрус Депа и МВФ. По Конституции или нет? Конституцию утвердил народ. Народ сказал, мы хотим быть халуями-рабами. О чем Путин в послании сказал. Вы по-прежнему в послании спросил Путин, хотите быть халуями-рабами? Вот послание два месяца назад. И народ сказал, хотим. Народ вышел вяло на Красную площадь в количестве 80 тысяч человек и ничего не сказал. Одну ремарку просто по поводу того, что все-таки у нас заберут золотовалютные резервы. Когда был сейчас конфликт, обострялся, Глазьев как раз вдруг заявил, что если они заберут у нас золотовалютные резервы, то мы не отдадим долги. По долгам платить. Да, мы не будем платить. И абсолютно правильно, так и есть. Потому что наши корпорации взяли ту же сумму. Поэтому фактически золотовалютные резервы это такая фикция. Это некая мифическая величина. И просто заявление Глазьева показало, что на самом деле их нет. И вот даже этих резервных фондов это просто такая фигура речи скорее. Коммунистическая партия в Госдуме ведет борьбу за возврат хотя бы части денег, которые сегодня находятся за рубежом, средства резервного фонда, фонда национального благосостояния. То есть те 200 миллиардов долларов, которыми реально распоряжается Минфина России. У вас есть такое ощущение, что эти деньги там зависятся всегда и там сгниют, нам их не отдадут? И самое главное, почему наши федеральные телеканалы с вашей точки зрения не говорят о том, о чем говорит нам представитель правящей партии от «Единой России»? Они тоже контролируются в Госдуме? Они, конечно, контролируются, как и положено на всех... Не совсем понятно, почему, например, партия КПРФ не контролируется в Госдуме, может вносить законопроект, а может вносить законопроект, который отменяет бюджетные правила, за которые голосовал уважаемый депутат Федоров. Проблема в том, что у нас президентская парламентская республика, у нас сверхполномочия у президента, поэтому любой парламент является... А по каким пунктам сверхполномочия? Ну что вы врете-то? Давайте послушаем. Ну если человек врёт открытую сферу, Но люди должны знать, зачем врать-то? Какие? Он даже не имеет права закон провести, который ему надо, официально в Конституции. Хорошо, кто у нас назначает премьер-министр, формирует правительство? По процедуре, установленной законом, последняя подпись за президента. Но перед этим тысяча подписей других чиновников. Здравомыслящие люди прекрасно понимают, что у нас вертикаль власти, она вся построена под президента. Представитель правительства – это лидер правящей партии, который имеет большинство в Госдуме и может единолично принимать любой закон, кроме федеральных конституционных. То есть любой обычный закон, без учёта мнения любой другой фракции, Единая Россия может принимать. Что и происходило. Бюджетное правило было принято голосами Единой России, в том числе и Фёдорова. И после этого товарищ Фёдоров выходит и возмущается, какой ужас, мы платим дань, пусть только он проголосовал за то, чтобы мы платили эту дань. Вот КПРФ не подчиняется Госдепу, поэтому мы не голосовали не за бюджетное правило и мы вносим законы правительства об отмене этого бюджета. Да, и какова его судьба. И в этом плане я не вижу никакой проблемы в Конституции. Я не видел ни одной фразы про МВФ в Конституции, про Госдеп и так далее. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы партия власти проголосовала за отмену бюджетного правила. Любой юрист скажет, что Конституция никак не запретит партии власти. партии власти проголосают за эту меру или за любую другую меру. Но дело в том, что тут это вопрос, во-первых, личного мужества, чтобы не просто сказать правильные слова, а выйти и своим примером голосования показать, что человек действительно борется за суверенитет, за независимость. Но самое, наверное, неправильное и непонятное для нормальных здравомышленных людей, это когда человек говорит одно, а голосование у него... Александр, а если мы говорим об экономике, почему федеральные телеканалы и СМИ, в принципе, стараются не говорить об ухудшении социальной экономики? Почему Крым и Олимпиада? Полностью несомненное достижение в виде присоединения Крыма, потому что тут вопрос встает, мы присоединили Крым, дальше что? Либо мы чепчики в воздух бросаем и радуемся, и продолжаем гнить и проедать советское наследство, либо мы делаем рывок вперед в экономике. Для того, чтобы сделать рывок вперед, надо менять правительство, надо полностью переформатировать власть. Естественно, президент остается до 2018 года, никто не претендует сейчас на какое-то насильственное свежение власти и так далее. Президент остается, но он должен, если он хочет в итоге закрепить вот эту победу в Крыму, назначать новое правительство, которое будет проводить социально ориентированную политику суверенного государства. И здесь, в Конституции, нет никаких противоречий. Честно говоря, позиции господина Федорова мне напоминает эдакую Сонечку Мармеладову, которая подвергает обструкции и проституцию, но из профсоюза уходить не хочет. Потому что там, ну не знаю, можно, конечно, быть партизаном и получать зарплату в гестапо. И вот и как бы все довольны. Ага. И прикручат, и подарят там орден общественного мнения, и там денежку, премию, да, что-то обломится. Конечно, это можно. Но вот сейчас, кстати, я думаю, что это одна из немногих передач, где сейчас можно еще говорить по позиции Украины, которая сейчас волнует, наверное, нас прежде всего. Потому что то, чем закончится противостояние на Украине, то будет происходить и у нас. И вот пока, я надеюсь, не приняты поправки, которые выносил господин Федоров, о том, что позицию по Украине надо будет трактовать предельно ясно и конкретно, без всяких альтернативных соображений. Быть не согласным с этим патриотизмом, с исплеском ОМОСа будет нельзя. Что, вот давайте все относительно. Я вам скажу, как историк. Вот сейчас происходит очень опасная тенденция, когда под шумок Олимпиады, под шумок Украины принимаются законы, которые вообще убирают из истории и из политики вопрос дискуссии. И вот сейчас примерно то же самое нам Единая Россия хочет заткнуть рот, заклеить глаза о том, что происходит на Украине. А что там происходило? Почему они так боятся, с вашей точки зрения? Вот все в один голос говорят переворот. Да. Да, вот Янукович, законоизбранный президент, пришли злые ребята, проплаченные Америкой, все было в планах, ЦРУ и свергли Януковича. А мы-то что, должны плакать от этого? Мы-то что, должны переживать? Надо понимать все-таки, что Крым-то нам не бесплатно присоединен, он сам нам еще выйдет в копейку. Да еще, благодаря тому, что мы со всем миром вступаем в конфронтацию, наши доходы точно уж не увеличатся, а скорее всего начнут уменьшаться. А почему в СМИ об этом не говорят? О возможных рисках для бюджетной системы. О том, что деньги заберут у одних регионов, направят на Крым, а у других, прямо как бюджетного правила. Уже забирать, правда, не у кого, поскольку уже все почти регионы убыточные еще набирают долги, поэтому даже непонятно, у кого забирают, потому что они все время только набирают сами. Поэтому все это почему-то не обсуждается. И действительно, я согласен, что зажим информации, это очень опасно, в том числе, кстати, для экономики, потому что экономика требует дискуссии, чтобы эксперты, чтобы люди с головой могли что-то предложить. Для этого они должны реальную картину видеть. А иначе будет просто фальсифицирована вся статистика, что к этому идет. Сейчас вот в Африке, например, недавно Нигерия пересчитала статистику, и оказалось, что у них ВВП там чуть ли не в два раза больше. До этого еще какие-то африканские страны такие штуки вы делали. Я боюсь, что наши власти могут так же пойти по такому же пути. То есть жизнь будет все хуже и хуже, а цифры могут подкорректировать. Вот буквально на днях вышла статистика Росстата, согласно которой количество россиян с доходами ниже величины прожиточного минимума, то есть это даже официально нищие население, выросло на 300 тысяч человек, до 15,9 миллионов россиян, то есть более 11% населения страны. Про эту цифру тоже обычно особо никто не говорил, хотя мы понимаем, что и прожиточный минимум в России занижен раз в 2,5. Да, и реальные цифры еще хуже. Я говорю, поэтому, чтобы нам не пойти по африканскому сценарию, когда цифры будут просто писаться, так сказать, где-то... С потолка. Да, что нужно, так сказать, властям, только что и напишут. Это надо, конечно, чтобы независимые экспертные центры, статистические данные могли собирать. Надо, чтобы была дискуссия вокруг того, как развивалась экономика, вокруг нашей финансовой системы, вокруг предпринимательства, вокруг того, как вы будете жить, если у нас нет класса предпринимателей как такового. У нас чиновники только сидят и распределяют потоки финансов. Поэтому если кто-то хочет прорыв организовать экономически, то непонятно, на кого он будет опираться. На тех же чиновников, которые до сих пор все разворовывали, им поручить еще прорыв, они организуют прорыв. Только сумму напишут, какую на прорыв надо, и она тут же исчезнет, эта сумма, которая будет написана. Поэтому я считаю, что нужно обязательно обсуждать проблемы. И нельзя под видом консолидации всеобщего патриотизма вырубить все дискуссии и прекратить разговаривать об острых проблемах, а именно о том, как живут люди. На сегодняшний день по российской конституции все партии, которые представлены в Думе, это партии артистического характера. Об этом, кстати, говорил еще Деголь. Это не наша даже система, придуманная для нас американцами. Это система колониального управления. Липовые партии. Их задача быть артистами. То есть партии все финансируют из одного источника, от американцев. Все до одной. То есть коммунисты тоже деньги берут через госдеп? Места подскажите. Ты что-то за столько лет ни разу не видел. Где эти фургоны из госдепа проезжающие? Деньги на финансирование передаются все из бизнеса, которые на все 100% контролируются за рубежа. Все бизнесмены, кроме мелких и средних, работают под американским контролем. Это специфика российской системы с 91-го года. Это факты. Политический процесс весь финансируется оттуда. Почему важно это понимать? Потому что когда партии выполняют липовые власти, а в Конституции прямо написано, что они, кстати, принимают законы, не разрабатывают, не готовят, не варят, а принимают законы, а по 15-й статье Конституции подготовлены из США. Технология такая. А мы не широко тракуемся таксу статью Конституции и принимаем государственного права. Я вам говорю как человек, который в Думе находится с 93-го года, а во власти с 93-го, я знаю, что я вам говорю. А почему телеканал-то молчат федеральный? Да потому что федеральные телеканалы, вы об этом говорите. Так же, как и все те каналы на оккупированной территории, во всех государствах мира, мы не первый и не первый раз подчиняются иностранному управлению через финансирование, через систему рейтингов, через систему подбора кадров. Как глупому человеку, объясните мне, вот я глупому человеку. А Конституция, послушайте, а Конституция запрещает российской власти, влияет на эти каналы под 13-й статью Конституции? То есть они еще не влияют на наши государственные каналы? Не имеют права влиять по Конституции. Тогда вопрос, а если мы взяли, все-таки одержали политическую победу в Крыму, у нас была победа, там, соответственно, в Абхазии, в Осетии, мы здесь показываем зубы, мы готовы выйти из Крыса, мы показываем зубы, не меняя суть вопроса. А суть вопроса... Там нам можно захватывать какую-то территорию, а свою политику нельзя. Вы понимаете, что на войне, когда кто-то проигрывает или ведет, всегда где-то проигрываешь, где-то выигрываешь. Система управляемая. Это не значит, что в ней есть отдельные победы. И Путин лично эти победы проводит. Да. Но при этом они... О внешнем контуре. Да. Потому что у него там больше... А мы же не проигрываем. Потому что у него больше полномочий. Потому что в отличие от... Он представительскую функцию обладает. Это по американской конституции. Не забудьте, у него иностранное название. Президент. А во внутреннем контуре он даже закон по закону имеет прав меньше, чем у меня у депутата Госдумы. Все это больше напоминает какой-то театр абсурдный. Ну вы получите. Ну возьмите. Давайте у меня не будете перебивать. Да, Евгений Алексеевич. Да, я до вашей точки зрения. Борисович, Борисович. Последую вашей логике. Вы сказали, что вы существует и на деньги... Я не хочу участвовать в этом шоу. Болтун. Все партии, все партии кормятся от Америки. Да, я получаю там зарплату, я хорошо чувствую. Не для меня. До свидания. Но вы возразите. Вы возразите. Вы возразите. Там возражаете. Ну поэтому мы тупые, а вот Евгений Алексеевич он одни только понимает, что к чему. Ну вот у нас получился здесь такая ситуация, чтобы, кстати, правящие партии, которые формально борются с оккупационным режимом, не смогли услышать тех, кто с ними не согласен. Любая точка зрения, которая не согласуется с их точкой зрения, это полная глупость. Вот это, да, это типичный представитель Единой России. У которого даже нет слов сказать что-то в ответ. Сдержано, выдержано, основываясь на факах, на обстоятельствах. Уважаемые гости, прежде чем мы продолжим говорить о чем схожее, чем отличается Россия и Украина, предлагаю посмотреть на результаты исследований, которые проводил профессор Булат Искандерович Нигматуллин, касающихся масштабов концентрации, централизации капитала как в России, так в Украине и влияния олигархического, сырьевого, компрадорского, офшоризованного капитала. Профессор Булат Нигматуллин обобщил данные журнала Forbes, Мирового банка и пришел к выводу. Самая высокая концентрация долларовых миллиардеров на 100 миллиардов долларов валового внутреннего продукта приходится на Украину. Россия на втором месте. Зато в Японии, чей ВВП почти в три раза выше российского, миллиардеров, по тому же показателю в 11 раз меньше. В США, чей ВВП в 8 раз больше российского, миллиардеров меньше в два раза. Стоит ли удивляться, что американцы не боятся повторения украинского сценария в своей стране, а японцы даже и не рассматривают такой возможности. На Украине и в России самая высокая в мире концентрация капитала в руках олигархов. Отсюда и близость сценариев. То, что говорит коллега, совершенно верно. Все его страхи, опасения, они имеют место быть. Что вслед за нашими активистами российской армии в Крым приедут вот эти 5,2, вот эти россиянские товарищи, которые будут отжимать все подряд. Зачем коренным крымчанам держать там порты, шахты, недвижку, судостроительные заводы. Зачем дуракам такое счастье? Дайте, дайте, дайте нам. Мы уже умеем этим распорядаться. От одних олигархов воно других олигархов перейти могут. Совершенно. Там даже нет олигархов. Там нет. Феминальная структура. Ну, если у олигархов вот этих, которые побольше можно будет забрать, заберут у них. Заберут все подряд. Сейчас перестроят немножко суды, чтобы этим занимались все-таки уже тоже приезжие. Они не так, чтобы своих дербанили своих. Они не будут дербанить. Они дербали чужие. И все в Крыму наладится так же, как и в любой российской области, в любом российском регионе. Не волнуйтесь. Приходит целое поколение людей, которые видят, что все уже украдено до нас. Украли родители тех, которые сейчас там богатые. А созидать толком не дают по территории. И все потихоньку переезжают за границу. И это все видно. И нет возможности никакого ни для бизнеса, ни для малого предпринимательства. Ничего. Все задраено. Потому что экономическая политика осуществляется 20 лет бездарнейшая. Она завела полностью в тупик. Не от хорошей жизни пошли наши власти на Крым, на эту операцию. Понимали, что с хозяевами своими поругаются на Западе. То есть это все-таки рискованно. А именно потому что экономическая политика полностью в тупике. То есть все. Развалили все, что только можно. Разворовали. Перевезли на Запад. Ничего нет. И конечно в этой ситуации они видят, что в любую секунду пожар может начаться. И то, что там Янукович обокрал со своими сыновьями, это в полной аналогии того, что здесь происходит тоже со многими высшими чиновниками и олигархами. То есть по той же самой колье, по большому счету. Да. У нас такая ситуация, для людей нет перспектив. То, что произошло в Украине, это очень тревожный звонок для власти. Они все прекрасно понимают, что в ближайшее время то же самое может повториться, но в других масштабах. Только более жестко, более четко и более массово. И, к сожалению, мы не украинцы. Русский народ, он не борется за какие-то вообще очень такие примитивные блага. Сало, горелка, все добили, разошлись, что-то повысили. Если выходят русские, они уже будут биться за идею, они будут биться на кураже. Знаете, все-таки Крым это одна из, если не единственная геополитическая победа в последнее время. Да. То есть возврат Крыма. Но, вот сегодня эти рейтинги могут также рухнуть, если мы бросим наших единомышленников, товарищей, которые отстаивают русскую идею на юго-востоке Украины. Если Россия сегодня не поддержит Донецк, Харьков, Луганск, Николая, то все эти рейтинги так же быстро рухнут, как они поднялись на Крыме. Запад не позволит брать юго-восток. С Крымом он, по сути дела, смирился, потому что смирился и Киев. Во-первых, потому что Киев смирился, а во-вторых, потому что Крым все-таки, там преимущественно русское население, не просто русскоязычное, а русское население. Это часть РСФСР, то есть там совершенно другие юридические моменты, и, кстати говоря, в том числе моральный аспект немножко другой. Юго-восток это более сложная тема, и в принципе, если бы нормальная власть была в Киеве, то достаточно было бы добиться федерализации, введения второго государственного русского языка, и не надо было бы нам отделять Юго-восток, в этом плане можно было бы вполне выступать за территориальную целостность Украины. Но посмотрите, кто пришел к власти в Киеве. Это очень важно понимать. Олигархат, связки с необандеровцами и неонацистами, это надо понимать, и в связке с криминалитетом. Извините, когда... Криминалитет на Украине никогда не входил. Они были всегда. И неонацисты были, только в мягкой форме, и криминал был, и олигархат. Но они пришли, как говорится, во всей красе. Как-то особо не слышно у нас в федеральных телеканалах ситуацию закрытия малого и среднего бизнеса. Более 500 тысяч индивидуальных предпринимателей снялись с учета. У нас буквально вчера-позавчера были опубликованы данные по вывозу капитала из России. Более 50 миллиардов долларов. Отток капитала очевиден. Почему? Потому что нестабильность, любая нестабильность, естественно, люди стараются спасти свои деньги. Потому что неизвестно, что будет дальше. Если по телевизору говорить, даже говорить, не то, что там военные действия, просто все время говорить война, война, будет война. Слово война для финансовой системы очень плохое. То есть сразу люди, первая мысль, это взять свои деньги в банки. Купить валюту и уехать. Да, и куда-то перевезти их на всякий случай. А потом будет война, не будет, это уже другое дело. Поэтому здесь, тут как бы ничего, удивительного, то именно даже само обострение просто политическое, оно приводит, конечно, к такому эффекту. А то капитал идет с 2008 года непрерывно. Вот как он начался тогда, он так идет, это стабильная устойчивая тенденция. Все время просто деньги здесь не могут быть применены. То есть они здесь просто зарабатываются, присваиваются и тут же перемещаются на Запад. То есть здесь как бы никто ничего делать не хочет, потому что не видят перспективы. потому что весь бизнес то уничтожен по большому счету, его просто не существует. Поэтому это топ-500 тысяч делах предпринимателей, да плевать еще с ним будет. Сейчас еще в два раза увеличат налоговую нагрузку на малые предприятия, и они тоже все позакрываются. Их вообще уже очень мало осталось. Это просто мы разговариваем о каких-то несущественных величинах. Только есть люди специальные, которые изображают их на федеральных каналах и отчитываются о том, что якобы заботятся об их интересах. А вот уж федеральные каналы ни слова не говорили про обвал собираемости налога на прибыль в регионах на 15% в прошлом году. Идет тотальное оболванивание людей, конечно. То есть просто сейчас уже с цепи сорвались. То есть такой тупой пропаганды я действительно не видал даже в советское время. Такого не было уж в самые такие критические моменты, но чтобы такой бред несся непрерывно с плашным потоком. Они действительно надругаются над психикой населения, потому что и так люди у нас действительно многие даже психически не очень здоровые это психиатры говорят. А сейчас они сводят с ума людей, доводят их до крайности. Конечно, это опасный эксперимент вообще над российским народом проводится федеральными каналами. Да, до Госдумы с ума сходят. Да, уже немножко действительно видно психоты сейчас стали говорить. Раньше так выступали допустим какие-то крайние маргиналы. Сейчас, понимаете, высшие лица государства начали говорить так, как действительно крайний маргинал никогда так не выступал. Вот это все странно, конечно, у людей немножко крыша едет от всего этого. Но я к чему скажу? Во-первых, я вот хотел прокомментировать по поводу того, что Крым это наша победа. Во-первых, победа, это еще надо доказать, что это победа. Потому что цыплят по оси не считает, как говорится, русская пословица. Крым это ход в определенной партии. Я сравниваю это с шахматной партией. Человек говорит, вот что такое Крым. Если ход приведет к победе дальше, к партии, тогда хороший. Если полному поражению, тогда плохой. Мы не знаем этого еще. Если в результате всего Россия обанкротится и начнется здесь волнение типа украинских и разнесет все, то тогда мы потом по-другому уже посмотрим на это событие. Мы скажем, что это не была победа, а был шаг к тотальному распаду. Поэтому мы это не можем сейчас еще пока оценить. Как говорил Джоуэн Лай, когда его спросили об итогах Великой Французской революции, он сказал, пока еще об этом рано говорить. А там 250 лет прошло. А у нас, извините, вон сколько. А мы уже оценки даем. Вот продолжение этой тематики. Это очень интересная ситуация с инициативой, если не ошибаюсь, по-моему, Компартии России предложить введение трудовых виз. Если не ошибаюсь, была такая идея ограничить приток мигрантов из-за рубежа, введя и следственно-образовательный ценз, и санитарно-эпидемиологический, и познание русского языка, чтобы они их оформляли в белую. Часть ответственности, часть же работодатель по сути дела не несет ответственности, хотя у нас есть статья уголовного законодательства, организация незаконной миграции, но на самом деле почти никого по этой статье не наказывают. Мы исходили из того, что в Беларуси достаточно хороший опыт привлечения мигрантов, да, там другой масштаб, но тем не менее, там в основе привлечения под конкретные строительные, экономические, любые проекты. И ответственность распределяется равномерно между мигрантом, который платит все взносы, который живет в нормальных условиях, работодателем и соответственно государством более-менее справедливо распределена ответственность. И это, естественно, должно, во-первых, поставить элементарный заслон избыточной и прежде всего нелегальной миграции. Раз. Второе, обеспечить нормальные условия жизни для мигрантов. Ну и третье, по-хорошему... Пополнить бюджет, небюджетные фонды в России. Да, да, да. Потому что, ну экономическая, такая чистая экономическая причина. Ну и плюс, конечно же, надо, этого нет в рамках законопроекта, но надо понимать, что неквалифицированная рабочая сила из Средней Азии, она не нужна нормальной, здоровой, диверсифицированной экономике. Да, мы тут обсуждали в студии. Плюс этнические конфликты, напряжение в обществе, растие, заболеваемые социально-обусловленными болезнями. Слишком серьезные издержки. Я понимаю, для отдельных, если мыслить категориями отдельных бизнесменов, да, и получением максимальной прибыли, в том числе коррупционной прибыли, то, конечно, мигранты выгодны. Александр, а СМИ-то вас поддержали? Федеральные телеканалы? Может быть, вас показали? Где-то, кстати, постарались... Знаете, что самое интересное, один из таких прорежимных каналов даже вывел в прямой эфир по этому вопросу одного из наших депутатов. То есть, тема определенный резонанс получила. Что самое интересное, проголосовали все три фракции. Естественно, КПРФ в полном составе, как инициатор законодательства, ЛДПР, Справедливая Россия. Единая Россия не голосовала. То есть, она рубит за коды. Либо она через Совет Думы их не пропускает, даже на рассмотрение, как это происходит с 20-й статьей, когда он по борьбе с коррупцией. Это даже на рассмотрение боится. То есть, вы ее постоянно продвигаете, и говорите, что нужно ракетифицировать. А через Совет она не проходит. Оно не выносится на рассмотрение. И второй момент, это когда они не могут голосовать против, и даже не могут воздержаться. Они просто не голосуют. А что они делают? Они уходят из зала? Нет, они сидят в зале и не голосуют. Там есть за, против, воздержался и не голосовал. Обратите внимание, как у нас перетасовывается избирательное законодательство. Оно перетасовывается под каждые выборы, и так, как выгодно партии власти. Но это не делается ни в одной нормальной стране. Но, ребята, вы устанавливаете правила, но устанавливайте их на пятилетку хотя бы, чтобы действительно была какая-то была элементарная состязательность. Проблема в том, что бояться прихода к власти реальной оппозиции, не такой бутафорской, гайдаровского разлива, а реальной оппозиции, даже на уровне, не знаю, крупных городов, крупных субъектов, это большой страх. И в этом плане резко ужесточается законодательство. И в итоге лифты исчезают, митинги проводить все сложнее. И в итоге вместо того, чтобы наладить ситуацию в экономике, будут затыкать рот, будут разгонять митинги, и будут ужесточать политический процесс. Ничего хорошего, к сожалению, за этого не будет. Ну как, Локоть же стал мэром Новосибирска-то, если вы расстрениваете КПРФ реальной оппозиции. Так объединилась оппозиция, там пять кандидатов. Единый кандидат. Стал же. И там расколнут Единая Россия. И после этого выдвинута инициатива о том, чтобы новую систему ввести, чтобы не мог такой кандидат, как Локоть, побежать на выбор. А вот сейчас мы Иван Борисович спрощим, Иван Борисович. Ну опять-таки, не надо так голословно вообще решать, судить за мигрантов. Почему они будут голосовать за Единую Россию? Они могут голосовать за КПРФ, потому что партия интернационально. Но за визы миграционные, за трудовые. За визы, опять-таки, цивилизованный подход. То есть мы как бы вас ждем, но ждем на цивилизованном уровне. Чтобы у вас здесь все было, у вас здесь было медицинское обслуживание, образование, рожали. Ну как, много-немного, нет такого понятия слишком много или там не очень много. Их по определению много. Миграционные факторы сыграют существенную роль в активизации социального протеста. Понимаете, понимаете, какая штука, когда говорят, вот давайте узаконим миграционные потоки. Поставим под контроль, прежде всего. Но вы сначала заставьте, да, мало кто говорит, что то законодательство, которое существует и может ограничивать въезд сюда мигрантов, оно не работает. Сегодня нет медицинских фильтров, они как бы официально есть, но их нет. Нет образовательных фильтров, они есть, но их нет. Нет той системы, которая смогла бы как через сито пропускать сюда миграционные потоки. нету. Поэтому все вот эти законы, визы для мигрантов, они просто не будут работать. Поэтому сделайте, добейтесь, чтобы работало то, что существует, а потом уже, да, вставьте вопрос, открыть нам шлюзы или не открывать их дальше и вообще. Поэтому, понимаете, какой объем, да, сюда въезжает, выезжает сколько? 20 миллионов мигрантов. А на территории России сколько сегодня мигрантов находится? Официально, по-моему, 13 миллионов отчиталось федеральным мигрантов. Официально. Официально. А не официально по 20-20. да, больше, больше 20. И вот представьте, у нас медицина, вот если взять даже всю медицину, которая существует, и поставить ее только на обслуживание этих потоков, ее не хватит. Поэтому любые сегодня нововведения, запреты, это, к сожалению, это популизм. Сегодня нужно вообще моратории ввести на въезд мигрантов сюда, сделать так, чтобы работало то, что должно работать, а потом уже решать, что с этим делать. Все-таки про инициативу действительно либерализовать миграционное законодательство, снять эту систему квотирования, привлечь все больше трудовых мигрантов. Как это скажет, с вашей точки зрения, вообще на экономической активности, на уровне жизни россиян, на безработице? Честно говоря, сейчас уже, мне кажется, никак не скажется, потому что, мне кажется, все мигранты, какие уже можно, они заехали, вот этот уровень, он уже меняться не будет. Уже сейчас Россия идет в кризис экономический, то есть она просто оттягивается. Поэтому в установке депрессии вряд ли будут новые мигранты появляться. Уже старым-то делать будет нечего. А если еще провал полной экономики пойдет, так им вообще разъезжаться многим придется. Поэтому я бы не сказал, что сейчас какая-то именно угроза исходит, что они прям будут ломиться. Я хотел бы еще по поводу экономики сказать, что она в целом у нас очень сильно больна. В целом больна. И она больна в такой форме, что уже как бы ее лечить-то непонятно как. То есть вот это такой тяжело больной какой-то человек, который непонятно как оперировать. Да и некому оперировать, потому что и врачи все перевелись, потому что всех травили же. Поэтому и людей, почему сейчас у власти проблемы-то, они даже и не могут. Потому что нормальных людей одни халуи же остаются. Да, да, да. Но вот скоро же будет у нас общение президента с народом. Все ждут. Вот Евгений Федоров ждет уже, по-моему, года два-три, как вот президент скажет, что начинается чистка рядов. Мы такую опричину проведем. Мы сейчас скинем это либеральное Годаровское иго, и страна встанет с колен, и индустриализация, и инновации. Может быть вот... Можно, кстати, сейчас вот не исключено, может быть, что и правительство, и погонят чисто в кадровые какие-то изменения. Это в стиле как раз власти нашей. Начинать какие-то кадровые перестановки одного сюда, этого сюда, там Медведева в суд куда-то там, допустим. В суд в каком случае? В подсуд. То есть это все возможно. Да, но дело в том, что выбор-то невелик. То есть особо и людей там нету так уж серьезно, чтобы вот привлечь. Потому что очень сильный прессинг был долгое время. Когда ты выжигаешь все время, да, и потом еще надо сказать о том, что почему-то проблема для того, чтобы люди заработали в экономике. Потому что права никакого нет. Нет закона. Полный произвол. Беспредел, да. То есть как ты будешь что-то делать, когда ты знаешь, что у тебя в любой момент все отнимут. Что бы у тебя не было. Ты не можешь не апеллировать ни к чему. Даже если ты сам в этой системе, завтра ты что-то там с кем-то не поладил, у тебя все равно все отнимут, да. Поэтому, то есть это такая система, где никто ни в чем не уверен. Потому что невозможно. Гарантии никто не может дать. Что там происходит. Поэтому это, конечно, надо исправлять институциональным уровнем. сейчас после разговора, что Крым это такой фактор оздоровления. Что сейчас не официально. Что суды станут судить, что суди честные станут. Депутаты, которые были до сих пор, провально. Все говорили, что идиоты сидят в Госдуме, полные кретины. Кретины. Вообще стыдно за них. И вдруг теперь они все консолидировались. И теперь счастье, ура, значит, теперь мы на них... Вот Евгений Алексеевич может объединить народ. Это же те, там же те же люди сидят. И в правительстве и так далее. Если кого-то куда-то перетасуют, тоже не факт, что будет лучше. Очень даже вероятно, что будет хуже. Потому что в этой системе может даже изменение быть в худшую сторону. Суды, это президент. Сейчас прокуратура, это президент по-новому законодательству. Не только генпрокурор, а вся система прокурорская. Госдума абсолютно подконтрольное большинство. Правительство, назначаемое президентом. Вся властью президента. И, кстати говоря, вот я сейчас, только сейчас понял причины вот такого странного поведения Евгения Федорова. Это ретрансляция как раз настроений и мыслей Путина. Путин присоединяет Крым, и Путин ставит главой правительства Медведева. Путин ведет разговоры о базе НАТО в Ульяновске, ну, о перевалочном пункте. И Путин Путин же резко отвечает на Мюнхенской конференции седьмого года, там, знаменитая его речь и так далее. Это все один Путин. И обратите внимание, как мечется не только Федоров, они все такие. Правительство также мечется. Там, правда, быстро нейтрализуют, вот вы знаете, как нейтрализуют быстро те, кто выходит за рамки вот этого гайдаровского консенсуса. И смысл в чем? Сейчас, ну, так у нас система выстроена, все зависит от Путина. Если он меняет правительство, ставит нормального премьера, тогда шанс есть. И Крым может стать этим шансом, потому что с Западом никогда не будет все as usual, как говорят. И народ поддерживает изменения. И народ это поддержит массово и бурно это поддерживает. И на самом деле у Путина появляется шанс войти в историю как исторический деятель, а не как преемник Ельцина. Вот буквально последние полтора-два месяца активно идет борьба по изменению процедуры, выбрав глав городов с районным делением, то есть с крупных городов. Система абсолютно радикально меняется. Теперь граждане не будут выбирать своего мэра, более того, они не будут голосовать за формирование законодательного органа власти, не будут выбирать депутатов на районном уровне, с районного уровня подниматься уже будут на законодательном уровне крупного города, а оттуда по согласованию с губернатором уже идет назначение мэра. Вот это к чему все? Это может быть действительно это ключ спасения России, чтобы Госдеп нам партиям мозги не промывало, деньги не давал, а вот губернатор назначаемый президент будет сам стать везде хороших, непорядочных, некоррумпированных мэров и глав крупных городов. Тут, кстати говоря, мы власть по поводу и без повода шпыняем, да, на самом деле вопросы очень серьезные и к населению, потому что сама структура, как это было раньше, система советов, да, от самого там низшего уровня до Верховного Совета, который, в принципе, по идее должна была обеспечить широкое народное представительство и так далее, партия перехватила в итоге, начиная с Хрущева, вот эту инициативу, и в итоге мы получили монополию одной партии, это была большая ошибка. Сейчас, если бы население было готово к вовлеченности в политическую активную жизнь, система могла бы сработать. Надежды на первое лицо, что он всех назначит, всех до поселкового совета, честнейших людей, кто их, правда, подберет, этих честнейших, и каким образом они вдруг возьмут, когда ни одного нету, даже на уровне Кремля найти не удается. Но, тем не менее, вот эта вера в то, что таким методом можно управлять, она присутствует у каких-то наивных людей. Но я приведу просто яркий пример того, как действуют нынешние кадровые политики. Из этого будет все ясно. Значит, в разгар разговоров о военных действиях со всем миром, со всем миром, как мы собирались, мы недавно уже воевать и готовы были, в этот момент назначается руководителем ракетной корпорации некто Игорь Комаров. Всю жизнь Игорь Комаров занимался никакими, конечно, не только ракетами, и даже не машинами, которыми он руководил на автовазе последние несколько лет, а офшорными схемами. И такой человек после этого назначается, в момент военного противостояния назначается на ракеты. Тогда вместо ракет деньги пойдут в офшоры. Для меня все ясно. Об этом и речь. Если население не готово от самого низшего уровня до самого высокого уровня действительно делать ответственный политический выбор, то никакой президент не поможет. Вот эта система, когда по большому счету нельзя избрать ни мэра толков крупных городах, ни в ЗАГС собрания, а только где-то на районном уровне, на низком, а потом уже по согласованию, по административным барьерам будут подниматься те или иные люди на уровень ЗАГС собрания крупного города, там уже на мэра выдвигаться, это к чему все идет? Это что? Давайте вот зачем далеко уходить? Возьмем выборы в МОЗ, Гордуму, которые будут сейчас. Все, кто примерно знает эту кухню, которая будет реализовываться, они понимают, что если ты хочешь более-менее достойно участвовать, выйти на округ, это 2 миллиона долларов минимум. Это просто хорошо заявиться, хорошо выступить без гарантии. Это кому-то занести или это в СМИ? Нет, нет, нет. Это вот ты должен зайти с бюджетом, 2 миллиона долларов, но при этом, помимо этого, все уже примерно, кто будет, войдет в МОЗ, Гордуму, все уже согласованы, договорено, что здесь пройдут коммунисты, здесь пройдет Единая Россия, здесь мы там несколько кругов дадим Прохорову, так уж и быть, чтобы у нас было некое представительство, элемент демократии. То есть уже расторговка, она произошла. и говорить о том, что что-то иное будет, когда там демократизируют законодательство по выборам будет. Так его закручивают гайки, я так понимаю, его закручивают гайки в большей степени, чем демократизируют. И вот даже при такой существующей системе боятся, что вот вдруг какая-то там муха там безбилетная пролетит. То есть локоть был последний человек, который проскочил на оборудовании. Это главное, вот в этом-то и главная дурость как раз нашей власти, что она не понимает, она не знает, Кеннеди же говорил, тот, кто делает мирную революцию невозможной, делает вооруженное восстание неизбежным. Поэтому вот не понимать такой аксиомы, это надо быть полными идиотами, чтобы творить то же дело. также на Украине шли процессы, также на Кович изучил юго-восточных регионах всю пророссийскую оппозицию, которая могла быть вне партии регионов. Также пытались сконтролировать митинги, также пытались изучать контроль за разными собраниями. А по локтю, я думаю, там и происходят немножко другие процессы, когда сама партия власти, она даже боится уже поддерживать своих функционеров основных, испугавшись просто дискредитации самой партии власти. То есть по некоторым регионам им даже интереснее политически уйти где-то в сторону и отсидеться, чем себя так публично марать, выставляя вот этих всех товарищей. Все равно всегда народ задает рамки дозволенного власти. Поэтому президент президентом, а что народ позволяет власти вытворять со страной, то это власть и вытворяет. Ну вот на этой ноте будем надеяться, что граждане России все-таки с одной стороны не допустят продолжение этого убийства на социально-экономического курса на дисуверенизацию и уничтожение страны. А с другой стороны попытаемся обойтись без того Майдана, который произошел на Украине с точки зрения того, что действительно пришли к власти люди, которые не особо-то и отставят национальные интересы, которых не интересуют развитие своего промышленного капитала, развитие страны, модернизация, повышение уровня жизни подавляющей части украинцев. А по большому счету просто смена шила на мыло вместо одних олигархов пришли другие олигархи. Плюс, конечно, при поддержке Госдепа, который во всей этой ситуации походу, что очень хорошо выиграл. Большое спасибо, что приняли участие в нашей сегодняшней программе. В эфире была программа «Точка зрения». Я ее ведущий Владислав Жуковский. Всего доброго. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова